В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Региональный эндокринологический центр открыт на базе взрослой поликлиники ВКБ. Мы как представители общественной организации счастливы, что такой центр открывается у нас в городском округе. Волонтеры из Ленинского округа готовят сухие борщи и каши для участников СВО. Постоянных у нас наименований борщ, фасолевый суп и чечевичный суп. Сейчас спою в центральной библиотеке начал свою работу караоке-клуб для старшего поколения. Мы вас всех приглашаем. Тут не нужно уметь петь, тут нужно просто уметь улыбаться и получать хорошее настроение. На базе взрослой поликлиники в Винновской клинической больнице начал действовать региональный эндокринологический центр. Он открыт в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Подробности о работе нового центра узнал Максим Козлов. Делается складка, происходит укол, пациент нажимает на кнопку, считает по себе до 10 и вынимает. С августа 2023 года на базе взрослой Винновской поликлиники действует школа диабета, где пациентам рассказывают о правильном питании, режиме гигиене, приеме лекарств. Теперь в лечебном учреждении открыт эндокринологический центр, который будет принимать не только жителей Ленинского округа, но и всего Подмосковья. Мы очень хотели, чтобы именно в нашем городском округе был открыт такой центр. Наша организация работает с 1996 года на территории района. Мы все время стараемся популяризировать знания о сахарном диабете. Открытие центра – это значимое событие, очень значимое событие. Мы, как представители общественной организации, счастливы, что такой центр открывается у нас в городском округе. Центр открыт в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Для заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой общественников и прессы провели небольшую экскурсию по кабинетам, где работают специалисты центра. Мы сможем уже на базе амбулаторной помощи отказывать именно специализированную помощь не только по сахарному диабету, но и всех по эндокринной патологии, потому что у нас теперь появилась лазерная операционная. У нас есть тяжелое оборудование КТМ-рт, где мы можем диагностировать сложные заболевания эндокринные. В Ленинском городском округе проживает около 4300 человек, больных с сахарным диабетом. В Московской области более 250 тысяч. Так что проблема весьма актуальна. Прием пациентов начался уже в первый день работы центра. С 2015 года я стояла на инсулине с августа месяца. За 2023 год? Да, потому что меня готовили к операции. Региональный центр эндокринологии, хоть и начал активную работу, будет формироваться в несколько этапов. Сейчас в нем числится 7 специалистов, и на сегодняшний день они могут принимать около 1500 пациентов в месяц. В нашем центре пациенты, которые будут к нам приезжать со всего региона, будут получать медицинскую помощь в рамках одного приема врача и специалистов. То есть он может пройти сразу врача-эндокринолога, нефролога, невролога, кабинет диабет-стопы, обучиться в школе сахарного диабета. И все это за один к нам приезд. Впоследствии планируется, что региональный центр получит собственное помещение. Число специалистов, работающих в нем, будет увеличено до 20 человек, что позволит принимать больше пациентов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Группа волонтеров из Ленинского округа готовит сухие борщи и каши для бойцов СВО. Благодаря неравнодушным жительницам солдаты могут подкрепиться домашней едой в полевых условиях. Подробности у Юлии Стаферовой. У Марины Варбанской возникла идея готовить сухое питание для участников специальной военной операции. На начальном этапе она сама продумывала концепцию того, как это осуществить. Когда о ее планах узнали знакомые, они тут же к ней присоединились. Вместе помогать всегда проще и быстрее. Так и появилась группа волонтеров под названием «Полевая кухня для своих. Видное». Втроем женщины готовят сухие пайки на домашней кухне. Меню получается довольно разнообразным. Вот постоянных у нас наименовании борщ, фасолевый суп и чечевичный суп. Картофельное пюре с мясом, с копченостями, с грибами, различные каши с сухофруктами, молочные. И наборы такие сладкие с чаем, с кофе, с конфетами мы отправляем в каждой посылке. Способ приготовления таких блюд очень интересный. У домохозяек в быту уже давно популярны специальные сушильные аппараты. В них высушивают овощи, фрукты и мясо. Потом женщины смешивают нужные ингредиенты для блюд. И вручную раскладывают порции по герметичным пакетам. Забирают сухое питание волонтеры и отправляют бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. У меня была уже сушильная машинка, ветерок. Но сначала было страшно. Я говорю, господи, как это капуста, когда она высохнет. Сушится долго, 7-8 часов сушится капуста. Да сушить надо до определенного состояния. Потом стали сушить морковку. А когда речь зашла о мясе, о курице, я говорю, ну это, наверное, нереально. А потом мы это преодолели. Все необходимое женщины закупают за свои деньги. Со временем группа «Полевая кухня для своих видная» набрала популярность. И помощь стала приходить совершенно от незнакомых людей. Юлия Золотилина призывает не бояться делать добрые дела. Не надо думать, что это очень... Если я пойду, это работает намного, оторвусь от семьи, навсегда там погрязну в этих делах. Нет. Если у вас 30 минут, вы можете дома что-нибудь высушить. Если у вас там 100 рублей лишние, да, вы можете просто заказать какие-нибудь пакеты или что-либо. Такое сухое питание очень удобное в полевых условиях. Его нужно залить кипятком, и домашняя еда готова. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошла встреча с участником специальной военной операции Алексеем Воробьевым, который буквально на пару недель вернулся домой в отпуск. Боец с радостью нашел время, чтобы пообщаться со школьниками и студентами Ленинского округа. Подробнее в репортаже Юлия Погосья. На сцене настоящее боевое оружие. Взрывоопасные предметы. Нашивки, которые чаще всего используют солдаты ВСУ. Рядом портреты погибших героев армии России, защищавших родину в ходе специальной военной операции. А в зале молодые люди, школьники и студенты Ленинского городского округа, для которых этот день запомнится надолго. Представляю наших гостей. Самый главный гость – это наш удивительный человек, который защищает нашу родину. Пока мы здесь воспитываем молодежь, детей, а мы на передовой, в боевом подразделении, в боевом слажении защищаем наше мирное небо. Воробьев Алексей Юрьевич, командир танка Кантемирской дивизии. Встретиться с бойцом СВО поистине удача. Две недели коренной местный житель, выпускник Виднорской школы номер 5 Алексей Воробьев находился в отпуске. Поэтому, когда поступило предложение пообщаться с молодежью, сразу согласился. Ведь по личному признанию, для него честь делиться опытом, как боевым, так и жизненным. Когда была у мамы мобилизация, то есть у меня пришла повестка, и у меня друг вышел. То есть ему не пришла повестка. И по сути, он мог не идти никуда. Но он говорит, что я с тобой поведен. И говорит, Серёва, ну ты подумай о чем. То есть это какой-то такой серьезный шаг, даже в номер 70, и подумай. И он говорит, что здесь останется, где большая поведен. Я говорю, что у нас сегодня будет, я не отдавал, потому что, то есть у нас с ним на следующий день приезжаем, и там тоже. И через день мы уезжаем. Вопросов гости встречи задавали много. Тематика разная. Руки поднимали не только мальчишки, которым интересно, как устроен танк, или каким было самое опасное боевое сражение Алексея, но и девушки. Их вопросы связаны с семьёй, супругой и дочкой. Родные герои, кстати, тоже находились в зале. Я служил, тоже так действовал, только в мирное время. Мне это всё знакомо, но я это проходил, как бы, Алексей, в мирных условиях. Но не 12 дней. И вот я слушаю, как реальный человек в реальных условиях реально применяет смекал. А это у нас, мы, ну, в России, мы уже всю жизнь. Русский человек должен применять смекал. В завершении встречи все присутствующие почтили память погибших на СВО жителей Ленинского городского округа минутой молчания. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно ТВ. В центральной библиотеке начал свою работу караоке-клуб для старшего поколения «Сейчас спою». Продемонстрировать публике свои вокальные данные и просто весело провести время в кругу друзей может любой желающий. Наша съёмочная группа воспользовалась приглашением. А петь участникам клуба замечательных людей хочется всегда. Поэтому открытию караоке-студия в центральной библиотеке были очень рады. Тем более после ремонта в актовом зале учреждения для музыкальных занятий есть вся необходимая аппаратура. Как объяснила руководитель проекта Анастасия Терно, вокальное направление – это как продолжение тематических встреч, которые с удовольствием посещают жители золотого возраста. Кому что интересно. Мы можем посмотреть, там они мне скажут, давай сегодня посмотрим фильм 30-го года. Вот я его нахожу, мы его посмотрим. Либо обсудим какой-то там праздник, Пасха. Обсуждаем, что к Пасхе. Обсуждаем писателей. Просто о жизни. Просто, чтобы людям было где выговориться. Они всегда же находятся. Те, кто их выслушает дома, устают, там родные устают с работы приходят. А здесь они расслабленные приходят, горячий чаек, согрелись, поговорили, поели вкусненько. Наталья Васильева всегда была творческим и активным человеком. Семи лет занимается танцами. Да и сейчас в прекрасной физической форме. На занятиях не только поет, но и прекрасно двигается. После переезда в город Видное Наталья Викторовна стала искать, где можно интересно проводить свой досуг. Кружки Центральной Библиотеки идеально соответствовали ее предпочтениям. Я когда приехала жить, то начала тоже искать, что как. И ходила, узнавала, где находится библиотека, так как люблю сама читать и кое-что сочиняю даже немножко. Здесь познакомилась с хорошими людьми и ходила даже в детский кружок, чтобы еще больше узнать о стихосложении. С Зименковым познакомилась. А потом девочки сказали, что здесь есть вот долгожители собирают. И я начала ходить понемногу тоже сюда на занятия. Еще одна начинающая вокалистка Зоя Круглова рассказывает, что в ее семье всегда любили петь. На занятия приходит с удовольствием. В ее репертуаре композиции из советских фильмов и лирические песни. У меня очень хорошо пела бабушка, мама моя. Она и сейчас поет с ней, записалась на память. И поэтому мы очень любили петь и любим. И у мамы муж играл на гармошке и на любом инструменте мог играть, не учася нигде. И поэтому мы всегда отмечали праздники весело, задорно, как говорится, всегда с музыкой. Пение в караоке – это отличный способ улучшить настроение. Кроме того, исполнение любимых композиций позволяет выразить чувства и эмоции. И в этом случае совсем не обязательно обладать совершенными вокальными данными. А петь вместе с друзьями в большой компании еще веселее. Так что обязательно воспользуйтесь этой возможностью. И посетите клуб «Сейчас спою». Мы вас всех приглашаем. Тут не нужно уметь петь, тут нужно просто уметь улыбаться и получать хорошее настроение. Приходите к нам обязательно. Каждую среду можете прям приходить в два. И у нас три мероприятия подряд, одно из них в караоке. Ждем вас с удовольствием. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сборная веселых и находчивых из Видного прошла отборочный тур на международном фестивале «Кевин-2024» и теперь будет бороться за победу в одной из телевизионных лиг Союза КВН. Команда нацелена на победу и уже пишет новые номера о секрете успеха сборной Инга Инчук. Ну что, Родина Апатасия Петов, встречать команду с Родиной Во время выступления на фестивале «Кевин-2024» сборная КВН «Города Видное» запомнилась жюри нестандартным подходом к юмору. В их репертуаре не найдется шуток, посвященных популярным сериалам. Только качественный юмор на злободневные и знакомые каждому темы. Мы стараемся не использовать в юморе миллисекундные темы и инфоповоды. Мы всегда шутим на какие-то вечные темы. Это бытовые вопросы, семейные ценности, политика, спорт. Все то, что может человек встретить, выходя из дома, окажавшись на улице и в общественном транспорте. Бессменным капитаном видновской команды является Илья Синчуров. Именно он в 2017 году предложил друзьям, с которыми когда-то играл в КВН в университете, возродить игру. Только выступать уже на более масштабном уровне. Капитан признается, для выступления в телевизионной лиге команда прибегнет к помощи профессионалов, поскольку телецензура ошибок не прощает. Мы будем прибегать к помощи авторов, поскольку телевизионная лига имеет немного другой формат юмора. Надо будет сглаживать, скажем так, углы. Для этого есть авторская группа, которая сбоку контролирует, по сути, на свежую голову коллективы, помогает сглаживать углы, переписывать, переформулировать шутки. Видновская сборная дважды проходила в полуфинал телевизионной лиги. Теперь мы будем ждать ее в финале. Инга Инчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.